Добрый вечер. Рад всех увидеть после длительного перерыва. Спасибо, Морис уже позвал, хоть в последнюю минуту, но все-таки это приятно. Я хочу прочитать два стихотворения. Одно уже слышали, я тут уже читал, но некоторые не слышали, поэтому я хочу напомнить, потому что второе стихотворение, как на продолжение этого стихотворения. Первое стихотворение это про Мексику, про отдых. Я уехал на юг, я уехал от вьюг, я стремлюсь и зимы попасть в лето. Вот мой отпуск настал, я его долго ждал, чтоб скорее попасть в сказку эту. Ветер горит волну, я ропчу на судьбу, самому мне даже не верится. Что ж ты, гад ветерок, гонишь белый песок, что ж устроил свою тут метелицу. Я на пляже лежу, и погоду я жду в той далекой, неласковой Мексике. С горя с пляжа уйду и в столовку зайду, буду кушать папаю и персики. Я вдоль моря иду, обнимаю жену, в теплом море мои босы ноги, И мне с ней не вдомек, что январский снежок дома к черту замел все дороги. У меня снова стресс, я не вижу таплэс. Он не в моде уже у девчонок. Я хочу видеть грудь, вот бы моду вернуть. Прыбок женской груди я с пеленой. Я хожу босиком, я лежу под грибком, Вокруг девичьи попки мелькают, не вернется таплэс. Но я вижу прогресс, в попку трусики все заправляют. Ходят все тут и там, девушки с разных стран, Нагляют свои к солнцу попки, выражают протест на ушедший таплэс, Заменив плавок ткань на веревки. Я не знаю, как быть, могу тайну открыть. Не пытаюсь запомнить я лица. Попиваю певцо, не смотрю я в лицо. Различаю по их ягодицам. Лежу на лежаке, от зимы вдалеке наливаются сном мои очи. Я попал словно в плен в мексиканский горе. Стал знаток женских тел, между прочим. Удивительный край, я попал словно в рай. Накатил я текилы по сотке. Я пытаюсь уснуть, но мне снится не грудь. Человека девичьей, голая, хомпом. Ты почитай пародию. Саш, почитай пародию. В Климпленде есть такой поэт, Яков Ратмаски, вы все его знаете. Он решил ответить мне и он написал. Он уехал на юг, он уехал от в юг. Он от нашей зимы сбежал в лето. Но я тут сижу и от ветра дожжу. И скажите мне, нафиг все это? Он по пляжу идет, оголивший живот. И тихонько жену обнимает. Ему вновь повезло, будто мне все назло. Вокруг девичьей попки мелькают. Мне обидно до слез. Ну за что, вот вопрос. Лишь Туровскому эту идиллию надоело прости, Снег лопатой грести. Побегу, поменяю фамилию. Есть еще один в Климпленде поэт Юрий Жбанков. Я не знаю, он здесь тоже был. Херес Климпленд. Он мне тоже ответил. Он уехал на юг, но мне не досуг. Солнце в Климпленде тоже искрится. И немало здесь поп. Хоть по час бьет озноб. Да и зябнут порой ягодицы. И вот наступила пандемия. И получилось, что не было возможности поехать в Мексику. И нужно было какую-то альтернативу найти в Мексике. И наши ребята вдруг начали зимой заниматься, закаляться. На Алярску поехали. Нет, прыгать в прорубь. У товарища Дача, он там озеро. И вот в этом озере вырвал прорубь. И приглашал на прорубь. Обычное искупание когда в России? На Крещенские морозы. И вот они первый раз пошли. И так случилось, что в нашем окружении больше евреев, чем православных. И ребята сказали, что они тоже захотели. Но не сказали, что мы с удовольствием. Но нам неудобно в крест. И хозяин дачи долго не думал, он взял и вырезал звезду. Прямо в этом. И раз уже сказали слово, уже отступать не было было. Он сказал, что все готово. Им пришлось закаляться. Но это было в 21-м году. А уже в 22-м, это уже как бы пошло на поток. И они пошли дальше. Они уже пригласили Папуа, как положено на Крещенские морозы. И он уже сделал это. И, короче, я ударился в фантазию. Представил, как это все могло быть. И сочинил такое вот творение. Я бы ехал на юг, чтобы скрыться от юг. Но не светит поездка мне в Мексику. Я, конечно, не рад. Но держу с трудом мат, что приходит на ум в мою лексику. Посмотрел я в окно. Ну, а там все бело. Надо как-то к зиме приготовиться. Достать санки, коньки, смазать лыжи свои. И на зимушку, и на зимушку, зиму, и на зимушку, зиму настроиться. Я тебе говорю, уступите лыжню. Хоть на лыжах зимой покататься. А друзья говорят, не печать этот брак. Так, брат, давай лучше зимой закаляться. Как по сердцу ножом. Не хочу быть моржом. Прыгать в прорубь, по-моему, слишком. А они говорят, да не бойся ты, брат. Самогон тебя ждет. И ковриж. Я отвяжу не в попад. Мне не надо наград. Не заманите даже коврижкой. Не хочу заодно прыгать с вами на дно. И руками вцепился в пальтишко. А они мне опять. Что ты ишь, твою мать. И смеются пронзительно звонко. Не волнуйся, Аид. Напугаем ковид. Победителей ждет. Самогонка. Я иду босиком. Все пошло кувырком. Отморозил свои босые ноги. А вокруг белый снег. Так и просит снять грех. Я же редко бывал в синагоге. Стали дружно мы в ряд. На какой-то обряд. Приготовили все к погружению. Вдруг отец крест достал. И молитву сказал. Начал батюшка Бога служение. Он свою лечь сказал. Верный путь указал. Дал отец святой благословение. Все покинули строй. И рванули как в бой. Чтобы принять боевое крещение. Я остался в строю. Ничего не пойму. Вокруг голые люди мелькают. Я, наверное, трус. И признаться боюсь. Меня прорубь не дает. Примещает. Разве это не класс? Коллективный экстаз. Вместе кажется все по колено. Я движением руки. Вдруг снимаю портки. И не думая прыгаю в пену. Мат летит через край. Это точно не рай. За компанию говорят. Жит повесился. Я с собой поражен. Вот и я стал. Моржен. Или это мне все лишь пригрезилось. А январский снежок еще метет и метет. Я с проруби выскочил пробкой. И стою в неглиже. Сморщилась. По бирже. А кругом волосатые попки. Как осиновый лист. Дрожу весь. Вот артист. Зуб на зуб. Даже не попадает. Я дрожу на ветру. Сам себя не пойму. И нырял зачем. Кто его знает. Вирус так я пугал. От себя отгонял. Но зачем же мне эта бравада. Догони все в аду. Больше в жизнь не пойду. Не нужны мне ваши награды. Но стою как герои. Я доволен собой. Дайте славой своей насладиться. Говорят мне друзья. Проиграл прорубь. Не зря. И они мною будут гордиться. Ну орел. Молодец. На держи огурец. Пей обещанную самогонку. Пей до дна все скорее. За моржей. За друзей. Без закуску. Вторую. В догонку. Стали. Стало мне хорошо. Я занятия нашел. Будет чем мне зимой. Заниматься. Хорошо среди вьюг. И не надо мне юг. Буду хоть каждый день. Закаляться. Мне не страшен мороз. Ни к чему мне прогноз. Вижу снова я голые задницы. Как какой-то мираж. Глаза смотрят на пляж. Но огромная с Мексикой. Разница. И стоят на межи. Люди словно моржи. Все довольные друг другом и рады. Но мне не вдомек. Что меня потом ждет. И за все это будет расплата. Расплата. Синагогу пришел. Меня Рэба нашел. Ну за что мне это? Ну за что это мне наказание? На крещение нырял? Значит нам изменял. Повторить нужно вам обрезание. Ну вот что тут сказать? Нахрена твою мать? Говорят там где тонко, там рвется. Побегу я к врачу. Справку там получу. Может быть и все. Я опоздала согрешить. Теперь уже и неохота. Сейчас мне хочется дружить. А дальше дом, семья, работа. Сложила мысли в сундучок. О нем душа моя забудет. На сундучке висит значок. Пометкой. То, чего не будет. Смотрела. Парень нес цветы. От предвкушения краснее. А у меня о чем мечты? Что пироги спечь вкуснее. Что было время час поспать. И чтобы дети сыты были. А так, о чем еще мечтать? Коль мысли о любви остыли. Прокисли. Будто молоко. И как оно потом сбежали. И без любви мне так легко. Как будто все хвосты отпали. Теперь мне не за кем рыдать. Сдаваться некому без боя. Могу спокойно наблюдать за однотонную судьбою. И скучных дней любовь не шить. От пустоты в душе слабею. Я опоздала согрешить. Но может быть еще успею? Надежда умирает последней. Надежда умирает последней. Это стих был написан. Такая есть Ирина Самарина. Есть такая. А мы довольно так. Мы написали. Ну, я бы хотела. Кстати, вот есть еще. Но вы же не хотите много. Хотите про него. Нет, начальник. Это тоже ее стих. Я нежность собирала для тебя. И складывала в сердце осторожно. Существовала долго, не любя. И мне казалось, счастье невозможно. Но планы Бога лучше, чем мои. В момент, когда уже устала верить, Ты постучал тихонько в дни мои. Я улыбнулась и открыла двери. Тебя узнала. Снился по ночам. Ведь для тебя я нежность собирала. И все ее теперь тебе отдам. Я знаю, что тебе не будет мало. В моих глазах так много доброты. И боли, и каких-то сожалений. В нем прошлого разбитые мечты. И нежность от моих стихотворений. В твоей душе любви волшебный свет, Который невозможно не заметить. И тень от прошлых чувств, что больше нет. Но нам ведь довелось друг друга встретить. И нежность собирала стой карет. По мусинке на нитку называла. И получился для души браслет. И сердце в сотни раз нежнее стало. Мы друг для друга дышим и живем. Пусть прошлую рукою нам помашет. Ведь даже в черном списке мы вдвоем. У тех, кто не простил нам счастье наше. Я постелю под ноги облака. И ты по ним пойдешь ко мне навстречу. Ты знаешь, страсть безумно коротка. А нежность и любовь продлятся вечно. Я уже не буду еще читать то, что я собиралась. Но я хочу несколько таких веселеньких четверостишек, которые мне писал. Есть такой... Сейчас, сейчас, сейчас. Одну минуточку. Не хотите подойти немножко ближе к микрофону? О, да? Пожалуйста. Она подошла. Она подошла? А что? Ну, теперь я помолчу, да? Мне четвертого человека зовут Вишневский. Я уже как-то... О, хорошо. Да? А, да. Не надо делать мне как лучше. Оставьте мне как хорошо. Я не хотела вас обидеть. Случайно, просто повезло. Поскольку времени немного, я вкратце матом объясню. Это как раз наш случай. Башка сегодня отключилась. Не вся, конечно. Есть могу. Сидит стараюсь за фигурой. Чуть отвлекусь, она живет. Шаман за скверную погоду недавно в губен получил. Все вроде с виду в шоколаде, но если внюхаться, то нет. Обидеть Таню может каждый. Не каждый может убежать. Ищу приличную работу, но чтобы не связано с трудом. Мои намерения прекрасны. Пойдемте, тут недалеко. Я за тебя переживаю. Вдруг у тебя все хорошо? Держи вот этот подорожник. Сейчас врежу. Сразу приложи. Я понимаю, что вам нечем, но все же попробуйте понять. Приключениями запахло. Спускаю жопу с поводка. Были бы идеальной парой. Парой, конечно, если бы не ты. Ну, все хорошо. Как говорится, все проходит. Но может кое-что застрять. Кого хочу я счастливее, тому уже спасения нет. И так далее. Спасибо. Спасибо. Очень счастливое, потому что мне посвящено очень много стихов. И сосчитали мои стихи. И мы помним. И мы помним. Да, мы можем их сосчитать. Но я про весну, сказали про весну, про погоду, про мань. Читаю Володичкины стихи. Вновь изобилием цветов нас месяц май вознаграждает. Мы эту щедрость принимаем после растаявших снегов. С утра сирень стучит в окно, но душ наполняет вечер. Благоуханием к нашей встрече и так становится светло. Пион лиловый лебиском махнул, как будто бы ресницей. Неужто все мне это снится? И явью кажется мне сон. По теплым ветерком проснулся. Весь полный свежести и рис. И старый стройный кипарис. Слегка стволом своим почнулся. Все веет поздней весной. И в полдень воздух зноем пышет. И все как будто бы не дышит. И неподвижно все порой. Вот. В 12-м году. В 12-м году. За 5 лет не прошел. 5 лет отметили. В 12-м году отметили 5 лет. Не буду больше.